Добрый вечер на телеканале ОРТ Планета новости дня в студии Анна Втюрина. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу в городе и области. А сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Капризный март. Кого непогода в Оренбурге застала врасплох? В режиме ожидания. На востоке региона осмотрели технику, которая будет помогать на период паводка. Весенний призыв 2017. Цели и задачи новой компании озвучил военный комиссар области. Под суд за 15 тысяч рублей. В Новотроицке двое напали на автозаправку. Директор Новотроицкого завода задолжал зарплату. Теперь он будет отвечать перед законом. Начинаем выпуск с оперативной информации от МЧС. В Оренбурге введен режим повышенной готовности. Причина – штормовой ветер и метель. На востоке области его порывы достигают 90 км в час. В 6 часов утра сегодня был закрыт для движения участок Орской трассы на территории Кувандыкского и Гайского городских округов. Сейчас движение на них уже восстановлено. Однако спасатели по-прежнему рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. Все минувшие сутки для области выдались неспокойными. Штормовой ветер стал причиной ДТП и других чрезвычайных происшествий. Штормовой ветер бушевал в Переволодском районе. На автодороге Оренбург-Самара, недалеко от поселка Черноречье, в снежном плену застряли три легковых автомобиля и два грузовых. В них находилось 9 человек, из них один ребенок. На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. Всех людей доставили в мобильный пункт обогрева. Сотрудники МЧС эвакуировали 5 человек. Остальные остались со своими машинами в ожидании спецтехники, которая расчищала снежные заносы. Еще одна оперативная группа, которая в это время дежурила на Сресенской горе, получила еще один сигнал бедствия. Было найти их, забрать. Машину они оставили, черные приоры. Двое ребят там было. Мы их забрали. Еще когда возвращались мы оттуда, мы через Родничный долл ехали. И по дороге встретились еще две машины. Мы их как бы развернули тоже. Спасатели развернули два пункта временного размещения. На борьбу со стихией было брошено 32 человека и 16 единиц техники. В это же время были перекрыты три трассы. А вот в Узулукском районе, в поселке Проскурино, впоследствии от ветра обнаружили утром. Его порывы были такой силы, что не выдержала крыша школы. Ее снесло. Там мягкая кровля. В прошлом году ее крыли. Может быть стихийное бедствие. Может быть все-таки технология была покрытия нарушена. Ну вот площадь 21 метр на 10,5 спортзал. Полностью вот эту мягкую кровлю всю ее содрало ураганом. Сергей Верьянов пояснил, что пока школьники на каникулах. Но и после их окончания занятия в школе отменены не будут. Когда и кто будет проводить ремонт, сейчас решается. В связи с неблагоприятными погодными условиями, с трех часов ночи в Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы региона функционируют в усиленном режиме. Из-за штормового ветра и метели сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в ночь с 31 марта ветер вновь усилится до 13-18 метров в секунду. В регион идет похолодание. Самые низкие температуры будут в субботу, когда будет наименьшее количество осадков. Будет наблюдаться прояснение. В это время ночные температуры будут падать. Непостоянный март. Сильные ветра всегда характерны для этого месяца, говорят синоптики. Главное – непогоду переждать в безопасном месте. Анна Данилова, Инна Маркелова, Виктор Яковлев. Новости дня. Несмотря на то, что погода все еще показывает свой по зимнему суровый характер, весна уже совсем скоро вступит в свои права. К предстоящему паводку спасатели и профильные ведомства Оренбуржья уже во всеоружии. Накануне на востоке области представили технику, которая может оказаться незаменимой в случае ЧП. И хотя прогнозы пока более чем оптимистичные, спасатели прекрасно знают – половодие всегда непредсказуемо. Работу экскаваторов, бульдозеров, грейдеров, бронетранспортеров для эвакуации с труднопроходимых мест наглядно показывают все службы города. От полиции, спасателей до инженерно-технической сферы. Вся эта техника может быть задействована в паводковый период. Паводок – это вещь такая непредсказуемая. Это может вода пойти. У нас, вы знаете, есть гидротехнические сооружения. Это у нас, собственно, и дамба левобережная, правобережная. Поэтому наша задача – все это смотреть, мониторить. И в случае какой-то экстренной необходимости все это устранять сразу экстренно, чтобы не допустить большой беды. В этом году технический парк МЧС пополнился двумя беспилотниками. ГОЧС-квадрокоптеры используют уже с прошлого года. Аварийно-восстановительная техника, по словам главы города Андрея Одинцова, большую часть времени не эксплуатируется и находится в холодном резерве. Но вся она прошла обязательную проверку. А это частный болотоход. В прошлом году он уже был задействован при разливе реки Орь. На болотоходе обследовали местность возле поселка Крыловка. В этом году он также при необходимости будет в распоряжении экстренных служб. А тем временем на реках области уже фиксируют подъем воды за минувшие сутки. На реке Урал около города Орска отмечен ледоход. Ледоход на Урале начался на две недели раньше нормы. На гидрологическом посту Урска река местами уже освободилась от льда. В основном пока только вдоль берега. У Каларинбурга, по прогнозу специалистов, Урал вскроется чуть позже, приблизительно в десятых числах апреля. Иреклинское водохранилище все еще сковано льдом, как и малые реки на востоке области. Ори-Салмыш также все еще покрыты льдом, но уже с полыньей. На реке у нас Чиган и Самара уже наблюдается вода, и вода течет поверх льда. А что касается вскрытия, то у нас такая река, как Большой Кинель, на ней уже чисто, то есть лед растаял на месте. На реке Урал у города Орска наблюдается ледоход, ну именно вот на гидрологическом посту наблюдается ледоход. Из-за береги. На реке Илег у нас закраено, и лед потемнел, то есть тоже река готова к вскрытию. Уровень воды в реках, по словам специалистов, пока в пределах нормы. В реке Чиган уровень увеличился на 13 мм, Урал на 3 и река Ток на 11. Не только штормовое предупреждение и ожидание паводка, но и безопасность от другой природной стихии – огня. Оренбургские спасатели готовы к самым разным экстренным ситуациям. Уже сегодня идет подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону. С этой целью сотрудники МЧС провели учебную тренировку. Учения проходили на тренировочной базе МЧС. Здесь сымитировали возгорание лесного массива. По замыслу пламя переходит на населенный пункт. К месту происшествия прибывает личный состав с необходимыми средствами тушения. Прежде необходимо сбить кромку пожара, к чему приступают бойцы, за плечами которых ранцевые огнетушители. В случае, если огонь уходит вглубь роще, заливают очаг из ручных пожарных стволов. А уже если пламя оказалось в еще более труднодоступном месте, подключаются так называемые лафетные стволы, которые способны вести борьбу с огнем до 50 метров. В нашей области насчитывается четыре десятка населенных пунктов, на которые могут перекинуться природные пожары. Поэтому такие тренировки, уверяет руководство МЧС, сегодня крайне важны, чтобы быть во всеоружии. Чтобы личный состав набивал руку, чтобы личный состав отрабатывал сбор, личный состав отрабатывал боевые действия по тушению пожара. Это очень важны, особенно перед наступающим поводка опасным и лесопожарным периодом. В пожароопасный период мониторить ситуацию. С неба спасателям помогут квадрокоптеры, летательные аппараты с видеокамерой, которые могут подниматься на высоту птичьего полета, снимать и сразу передавать картинку специалисту, управляющему беспилотникам. Помогает он для нахождения скрытых очагов. Также он применяется для выявления нарушений со стороны несанкционированных возгораний, то есть розжигов костров. Сотрудники МЧС подготовили вот такие мобильные городки жизнеобеспечения с палатками, полевой кухней. В случае необходимости их будут развертывать близ тех сел, которым угрожают природные пожары. Чтобы жители могли здесь разместиться и получить горячее питание и медицинскую помощь. Анна Золотухина, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Ситуацию с ремонтом крыши в равнинной школе взял под личный контроль губернатор области. Сегодня Юрий Берг в рамках рабочего визита в Пономаревский район встретился с педагогами и родителями учеников школы. И лично убедился в качестве ремонтных работ. Тему продолжат мои коллеги. Ситуация с реконструкцией крыши в этой равнинной школе вызвала большой общественный резонанс. Еще бы, за один год она пережила два ремонта. Летом 2016-го подрядчик начал работу на кровле, закончить которую должен был до 1 октября. Однако испытания осенними дождями она не прошла. Частично промокли стены и палы школы. Тогда подрядная организация за свой счет сделала внутренний косметический ремонт, который завершился лишь в середине декабря. Все это время 46 учащихся занимались в зданиях детского сада и амбулатории. Однако проблема до конца не решилась, говорят родители учеников. С наступлением весны они опасаются, что протекания могут повториться. Губернатор области осмотрел помещение школы и пообещал, по окончании учебного года подрядчик приступит к ремонтным работам в учебном заведении. Сроки определены, и их исполнение Юрий Берг взял под личный контроль. Также ему показали спортивный зал, мастерские, музей и столовую. Все питаются. Все питаются. Двухразовое питание питаются все. На дотацию питаются или родители сдаются? Дотацию. Утром кормим на дотацию, а родительская плата на обед. Все на обед сдают? Все сдают. Все сдают, все питаются. Глава региона посетила и местный дом культуры, где ему рассказали о коллективах и достижениях ДК. А также отметили, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, сокращения рабочих мест не было и не ожидается. В районе все работают на ставках, не на 0,25. Есть. Не сократили работников культуры. Я говорил, не сокращать работников. Полторы ставки есть. Нет, пусть полторы. Сокращений не было у нас. Нет, ради бога, полторы пусть будет. Рабочая поездка Юрия Берга завершилась посещением ФАПа, где он встретился с сельскими медиками. Для Рабусева Игоря Бероев, Новости дня. По организации призыва Оренбуржья в лидерах. Такова статистика за 2016 год по Центральному военному округу. А вот задачи на предстоящую весеннюю призывную комиссию озвучили сегодня на инструкторском методическом сборе. Комиссии начнут свою работу 1 апреля. Таким образом, начало весеннего призыва осталось неизменным. Традиционно в эту кампанию призывается немного больше молодых людей, чем осенью. В ряды срочной армии от нашего региона поступит около 2000 парней. Задачи стандартные – выполнить план, который нам устанавливает генеральный штаб. Скажу, что Оренбургская область никогда не подводила страну, верховного главнокомандующего. И всегда план, который нам установлен, мы выполняем 100%, за что нам иногда еще план этот прям по ходу призыва и увеличивает. Ну, понятно, раз у нас получается, то немножко еще работы подбрасывают. Но мы и с этим дополнительным заданием справляемся. Обсуждались и проблемы, связанные с призывом. Они из года в год остаются неизменными. В первую очередь, это работа с уклонистами. Их количество в нашем регионе незначительно. Также остро стоит тема дополнительного медицинского освидетельствования. Были зафиксированы ошибки в территориях, когда только на областном сборном пункте выявлялись недочеты в здоровье новобранцев. Таких случаев нельзя допускать, заявили в правительстве области. Это еще не все новости четверга. И вот о чем расскажем во второй части нашего выпуска. Под суд за 15 тысяч рублей в Новотроицке двое напали на автозаправку. Директор Новотроицкого завода задолжал зарплату. Теперь он будет отвечать перед законом. И к новостям экономики. Жители Оренбургской области тратят на минимальный набор продуктов чуть более 3 тысяч рублей. Эти данные предоставлены региональной службой статистики. Для сравнения, цена среднего набора продуктов в Бузулуке составила 3 352 рубля, а в Орске – 3528. Стандартная продуктовая корзина россиянина обычно состоит из молока, яиц, масла, рыбы, мяса, фруктов, овощей, картофеля и хлеба. Цена на них по сравнению с февралем увеличилась лишь на 0,1%, что связано и с замедлением темпов инфляции, и значительным укреплением рубля по отношению к доллару и евро. Сейчас на ваших экранах курс валют на завтра. И к другим темам. Перед судом предстанет директор ремонтно-механического завода Новотроицка. Предприятие задолжало одному из работников более 50 тысяч рублей. Как показало следствие, сотруднику не выплачивалась заработная плата на протяжении года – с ноября 2015 по ноябрь 2016. Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Проведенная проверка подтвердила факт невыплаты. На данный момент вся задолженность по зарплате выплачена. Обвиняемый, имея в наличии денежные средства на расчетных счетах и кассе предприятия, направлял их на цели, не связанные с выплатой заработной платы и других обязательных платежей. В настоящее время следствие по делу завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Стоит отметить, ремонтно-механический завод на востоке области является крупным предприятием, которое занимается механической обработкой металла, ремонтом и продажей металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования. Те, кто также столкнулся с проблемой частичной или полной невыплаты заработной платы, может обратиться в Следственный комитет России по Оренбургской области. Всю подробную информацию можно получить по телефону в Оренбурге 34 38 01. Кроме того, в случае нарушения трудовых прав оренбуржцы могут обратиться в региональное отделение Государственной инспекции труда, а также в прокуратуру. И в продолжении темы правонарушений. В Оренбурге полиция продолжает розыск налетчиков на сотрудников частного охранного предприятия. Напомним, нападение произошло накануне, около полудня. Конфликт дошел до перестрелки. Один из злоумышленников был убит. В момент нападения сотрудники частного охранного предприятия одной из самарских фирм производили выемку денежных средств. В их сумке находилось около 6,5 миллионов рублей. Нападавшие начали стрелять и ранили инкассатора, которому все-таки удалось открыть ответный огонь. Один из злоумышленников был убит. Позднее полицейским недалеко от места происшествия был обнаружен автомобиль нападавшего, в котором находился труп мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-сных мероприятий по установлению личностей и задержанию злоумышленников. Кроме этого, на месте преступления оперативники нашли сумку с оружием, из которого предположительно и стрелял нападавший. Никаких следов налетчиков в настоящее время пока не найдено. По предварительным данным, их было трое. Розыск продолжается. В Новотроицке по горячим следам задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на автозаправку. На ее территорию вооруженные злоумышленники проникли ночью. Известно, что двое мужчин спланировали нападение заранее. Для этого они использовали самодельное оружие, так называемый поджиг. Им один из подозреваемых угрожал оператору-кассиру. Тем временем второй, разбив окном, проник в помещение. Откуда они похитили деньги – 15 тысяч рублей и сотовый телефон потерпевшей. После подозреваемые попытались скрыться на автомобиле. В результате преследования привод одного из колес автомобиля преступников вышел из строя, в результате чего машина остановилась. После чего преступники вышли из машины и предприняли попытку скрыться. Однако впоследствии они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается. Справедливость восстановлена. На минувшей неделе мы рассказывали о семье Щукиных – жителе дома, в котором летом минувшего года прогремел взрыв. Тогда десятки людей были признаны пострадавшими, и каждому был возмещен ущерб. А вот молодых людей в список не включили. Оренбуржцы обратились в редакцию телеканала ОРТ «Планета». И вот только после выхода в эфир сюжета наших корреспондентов удалось сдвинуть дело с мертвой точки. События прошлого лета молодой маме не дают покоя и сейчас. Напоминания о взрыве ощутимые. Несмотря на то, что квартира взрывной волной задета не была, последствия ЧП Щукина обнаружили и у себя. Внешний блок сплит-системы был серьезно поврежден. Что здесь было, я не могу сказать. Но после того, как здесь дерево росло, как его срубили, дерево, было видно, что кондиционер в исправном состоянии. А потом уже от него почти ничего не осталось. Может быть, там было повреждено и при взрыве. Этого же никто не знает. На что они пускали, мы не видели. В такой же ситуации оказались еще и две семьи. Но им ущерб возместили. Щукиных проигнорировали. У Елены уже целый архив из официальных ответов. Как сама она их называет, отписок. Есть письма и от МЧС, и от прокуратуры, и управления ЖКХ. Первый конверт датирован 15 июня 2016 года. И только сейчас Щукиных услышали. До 3 апреля, в понедельник, уже будет установлена новая сплет-система и наружный, и внутренний блок оборудования закуплены. Специалистами восточной компании все будет установлено. Бег по замкнутому кругу для семьи Щукиных завершен. И лето 2017 года они уже точно встретят с новой сплит-системой. Татьяна Кирзина, Владислав Горбунов, Роман Боричев. Новости дня. Что делать, если коммунальная беда становится неразрешимой? А управляющие компании, которые должны помогать их решать, уходят от ответственности. И более того, не хотят идти на компромисс с собственниками. Куда обращаться и какие рычаги влияния на управляющие компании сегодня есть? Расскажем уже в это воскресенье в 10 часов утра в программе «Итоги недели». По словам экспертов, розничные цены в апреле на бензин продолжат расти. По этой причине экономически выгодным топливом становится метан. Газ наносит меньше вред экологии, в отличие от бензина или солярки. Наши корреспонденты увидели, как работает современная техника на метане. Вот такими новыми грузовыми гигантами пополнился автопарк общества «Газпромдобыча Оренбург». Спецтехника на газомоторном топливе способна преодолевать преграды бездорожья. Технические характеристики этих автомобилей – это, скажем, вездеходная техника. Значит, это по бездорожью, по всем неровностям. В любых условиях, да, дождь, снег, грязь – машина проходит везде. Новые КАМАЗы оснащены по последнему слову техники – это передвижные лаборатории электрохинзащиты. С их помощью газодобытчики проводят ремонт и диагностику подземных трубопроводов и следят за работой станций катодной защиты. Таких станций 238. Они защищают газопроводы от коррозии. Дважды в месяц монтеры проверяют надежность работы станций. Осматривают, снимают и фиксируют показания в журнале. Небольшие дефекты устраняют на месте. Спецтехника оборудована автоматической системой подкачки колес. Она надувает и спускает колеса в зависимости от дорожных условий. А значит, водитель может быть уверен в безопасности поездки. Работали на КАМАЗ, старой модели. Но отличается, прежде всего, проходимостью, экономичностью и комплектацией приборов и инструментов. Передвижная лаборатория полностью оснащена для работы в непростых полевых условиях. Кузов-фургон отапливается. В нем есть место для отдыха и приема пищи. В комплектацию входит и генератор. Он вырабатывает энергию для сварочного аппарата и другого оборудования. Лаборатории на колесах незаменимы в работе монтеров электрохимзащиты. Участок, который они обслуживают, это свыше 4000 километров, подземных газопроводов, более 800 километров воздушных линий и почти 6000 контрольно-измерительных пунктов. Ежедневно специалисты преодолевают расстояние по степи до 300 километров и выше, чтобы газовые артерии были под надежной защитой. Оксана Боричева, Владислав Горбунов, Новости дня. Сегодня Орское отделение Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» празднует юбилей – 10 лет со дня открытия. Сейчас это самое современное офтальмологическое медицинское учреждение в Восточном Оренбурге. 2000 операций, 5000 диагностических обследований ежегодно проводятся в Орском отделении Оренбургского филиала «Микрохирургия глаза». Здесь возможно не только терапевтическое лечение различных заболеваний глаз, но и хирургия, глаукомы и катаракты – быстро и качественно. Так, операция по замене хрусталика сейчас продлилась всего 10 минут. За это время мы успеваем вернуть человеку его потерянное зрение. То есть, следуя принципам Святослава Николаевича Федорова, где бы мы ни оперируем, мы оперируем на той же самой аппаратуре, теми же самыми руками, с тем же самым качеством. Выполняя его принцип – прекрасные глаза каждому. Сложный случай под особым контролем. С оренбургским филиалом МНТК налажен телемост для консультаций со специалистами в онлайн-режиме. Сегодня, в честь юбилея, оренбургские коллеги сделали необычный подарок. Из тех квот, назовем это квотами, которые были выделены на оренбургский филиал, 400 мы решили передать сюда. То есть, 400 пациентов будет прооперировано бесплатно. Идея была горячо поддержана Министерством здравоохранения Оренбуржья. Это вообще очень здорово, что оно есть. И не только на платной основе, но и в рамках программы госдарантии. Поэтому люди преклонного возраста, пенсионеры, вполне получают теперь там бесплатную помощь. Мы очень этому рады. В Восточном Оренбурже это единственное отделение с самым современным офтальмологическим оборудованием. В распоряжении микрохирургии оптический томограф, который позволяет получить трехмерное изображение и точно оценить состояние структуры глазного дна. Все для оказания медицинской помощи высочайшего класса. Инна Маркелова при поддержке ТРК Евразия. Новости дня. И к новостям спорта. Считанные дни остаются до окончания весенних каникул. Те, кто проводит их с пользой для здоровья, участвуют в спортивных состязаниях. Около 120 юных оренбуржцев боролись за победу на соревнованиях по настольному теннису «Павловская ракетка». Организатором детского турнира по настольному теннису «Павловская ракетка», ставшим традиционным, выступает общество «Газпромдобыча Оренбург». Очень отрадно то, что помощником во всех делах является, конечно же, предприятие «Газпромдобыча Оренбург» и тренерский состав Валерий Александрович Муразюк, который в течение уже более чем 10 лет тренирует наших ребят. И ребята с огромным удовольствием бегут в Гелиус. За 14 столами юные теннисисты из Оренбурга, Оренбургского района, Саракташа и Акбулака соревнуются с соперниками. В этом году мы уже проводим 12-й турнир, традиционный 12-й турнир. И в этом году именно впервые турнир посвящен памяти Героя Советского Союза Горкунова. Именно первый министр газовой промышленности СССР Алексей Кириллович Картунов в 1968 году подписал указ о создании управления «Оренбург-Газпром». Сегодня это предприятие «Газпромдобыча Оренбург». Для кого-то, как для Варя и Лены Кочетковых, из Акбулака «Павловская ракетка» – первые соревнования в жизни. Сестрам по 8 лет настольным теннисом занимаются 2 года и уже знают секреты успешного выступления. Соперник подает на правую сторону, должен отбивать на правую, и все получится. Не волноваться, бороться. Каждый раз спортсмены выходят к столу с желанием показать свою лучшую игру. У старших ребят за плечами не один десяток соревнований. Главное – терпение. Выходить и не волноваться. Тогда и игра пойдет, и мячик чувствовать буду. Все равно волнение всегда присутствует. Ну а чтобы его меньше было, надо успокаивать. Ну, например, настраиваться, отойти, подумать о чем-то. И Марине, и Никите с волнением удалось справиться. Они выиграли в своих возрастных подгруппах. Всего в турнире разыгрывалось 6 комплектов наград. Спортсмены и тренеры в один голос заявили, что с каждым годом медали Павловской ракетки завоевать все сложнее. Уровень мастерства теннисистов постоянно растет. Наталья Мороз, Наталья Полтавец, Игорь Несарбаев. Новости дня. И в завершении важная информация. Завтра, 31 марта, в Оренбурге прозвучит сигнал «Внимание всем». Это учебная тренировка. Проверяется готовность системы оповещения населения. Услышав звук электросирен, необходимо сохранять спокойствие, не предпринимать никаких действий. Специалисты рекомендуют в это время включить телевизор или радио. Учебная тревога запланирована на 11.45 по местному времени. А к этому часу это все новости. Следить за событиями в городе и области вы также можете на нашем сайте media56.ru и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь и передаю слово моему коллеге Виталию Дерябину. До встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!